Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана Прайм. Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Курс на поправку. В Сарове растет число выздоровевших от коронавируса. Награду для активистов, лидеров общественных организаций, волонтеров и спортсменов поздравили в преддверии Дня молодежи. Творческое объединение «Арт-Позитив» представило новую выставку. Во Владивостоке и крупных городах в Европейской части России через две недели может начаться вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом вирусолог Михаил Щелканов заявил у РАРУ. Днем ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что на прошлой неделе в 30 странах Европы впервые за несколько месяцев был зафиксирован рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. И это может стать причиной возобновления пандемии в 11 из них. Этот всплеск мы почувствуем себе через две недели, заявил Щелканов. По его мнению, новая волна заболеваемости коронавирусной инфекции может произойти в крупных транспортных городах в Европейской части России, в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а также во Владивостоке, потому что через него на родину из Европы возвращаются жители Китая. Между тем, Евросоюз пока не будет открывать границы для россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник Брюсселя. Такая позиция связана с текущей ситуацией с коронавирусом в России. В ЕС отметили, что для России нужно больше времени, так как страна вышла на пик эпидемии позже, чем другие европейские государства. За последние сутки в России выявили 6800 новых случаев коронавируса, зафиксировали 176 летальных исходов. За сутки в регионе полностью выздоровело 8988 человек. Дзержинск на грани закрытия на карантин. Там резкий скачок заражения. Отвечая на вопрос подписчика, почему до сих пор полностью не открыты торговые центры, губернатор Глеб Никитин отметил, что это места большого скопления людей. Соответственно, риск заразиться там больше. Глава региона припомнил случай с распродажей в одном из ТЦ Дзержинска, когда у входа в магазин собралась толпа народа. Никто из них не надел маску или другие средства индивидуальной защиты. Социальную дистанцию в очереди не соблюдали. По мнению Глеба Никитина, именно этот эпизод привел к росту числа зараженных в городе химиков. По данным на 26 июня, 9979 жителей региона, то есть более 60% от общего числа заболевших коронавирусом, выздоровели. За последние сутки выписано 387 нижегородцев, переболевших COVID-19. В ежедневной сводке по числу выписанных из больниц Нижегородской области находится на четвертом месте среди российских регионов. Около 5800 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 600 пациентов проходит лечение в больницах. Шесть человек находятся в обсерваторах. В Сарове растет число выздоровевших после COVID-19. За последние сутки выписали 16 саровчан. Всего болезнь пока победили 167 жителей города. Из тех, кто продолжает болеть, госпитализированы 32 в клиническую больницу номер 50. Из них 9 человек в средней степени тяжести, а 10 по-прежнему лежат в Приволжском окружном медицинском центре. Один в тяжелом состоянии, остальные в среднем. За прошедший день в Саровской лаборатории провели 334 анализа на коронавирус. Весь анализ заболеваемости, всех цепочек, которые идут. Дети все-таки на сегодняшний день не участвуют в распространении заболеваниями, а лишь сами являются ее жертвами. И заболевают в основном в своих семьях, там, где их мамы, папы, бабушки, дедушки болеют. Это ответ о детях. Кстати, болеют дети, слава богу, легче, чем взрослые. Это радует, хотя сам факт заболевания детей, он настораживает только в том плане, что мы не должны забывать и нужно помнить о том, что средства защиты должны быть и к детям. Также Ирина Игнатьева рассказала, что в городе началась подготовка к ЕГЭ. Какие меры принимают, чтобы обезопасить выпускников и учителей? Перед каждым экзаменом проходит выверка списков, чтобы у нас на этот экзамен не попали ни больные, ни контактные, кто должен быть изолирован и имеет возможность распространить инфекцию. Это, конечно, очень хорошо в плане профилактики, но это вызывает некую тревогу у родителей, которые боятся, что в связи с заболеванием их школьники не смогут сдать тот или иной экзамен. Значит, я по всем вопросам в этой части направляю вас, чтобы вы нам не звонили, обращаться непосредственно в департамент образования. У них разработана целая схема, есть резервные дни, в которые можно проходить дополнительный экзамен. В воинской части за все время выявлен 31 случай заражения, более трети выздоровели. Те, кто болеют, переносят COVID-19 в легкой форме. Вспышка в лазарете в воинской части локализована. Новые больные военнослужащие заражаются от горожан. Безработица в России достигла максимума за 8 лет. С начала кризиса, вызванного пандемией, безработными стали свыше 1 миллиона россиян. Многие из них жалуются на незаконные увольнения или притеснения на работе, на несоблюдение трудовых прав. В группах Канал-16 в социальных сетях мы спросили саровчан, как они оценивают действия своих работодателей во время пандемии. Вариант «старались помочь работникам» выбрали более 47% опрошенных. Старались работать эффективнее – 30%. Считают, что их работодатели использовали ситуацию для своей выгоды почти 17% участников опроса. Бездействовали начальники у 15,5% пользователей. Горожане облюбовали еще одну территорию для неспешных прогулок в свободное время. Участок набережной реки Сатис от улицы Садовой до понтонного моста преображается на глазах. Это продолжение комплексного освоения территории строительной компании «Саровинвест». О планах застройщика по благоустройству нового пространства расскажем в следующем репортаже. Последние несколько лет активно развивается современное городское пространство. Набережные на территории поймы реки Сатис стали любимым местом отдыха саровчан. Жилой комплекс «Саровская ривьера» часто мелькает на снимках жителей города и рекламных фотографиях. Как мы видим, саровская ривьера сформировала новый образ жилой застройки городов Русатома и уже стала визитной карточкой города. Это очень важно для компании «Саровинвест». Новый микрорайон влился в городскую среду и включен в избирательный округ номер один. Набережная от улицы Садовой до понтонного моста стала логичным продолжением проекта по благоустройству. Ухоженные деревья и газоны, дизайнерские лавочки, живописный вид на реку. Что еще нужно для неспешных летних прогулок с семьей или друзьями. Здесь мы с вами видим, что уже практически завершены работы по благоустройству пешеходной набережной на участке от улицы Садовой до понтонного моста. Сейчас уже ведутся работы по формированию и укреплению береговой линии по той же самой технологии с использованием губионных конструкций. Ведется планировка участка. Застройщик рассчитывает закончить с работы по благоустройству набережной к концу лета. После этого в планах установка спуска к воде для отдыхающих и пирса для катания на лодках, катерах и катамаранах. Многих интересует вопрос, возможно ли объединение этих двух набережных? Да, этот вопрос прорабатывался. И, в общем-то, большое значение в этом имеет желание администрации города Сарова и правительства Нижегородской области в развитии городской территории. Нами в адрес администрации уже направлялось предложение по реализации местного проекта, частью которого является обязательство по обустройству пешеходной связи на участке от Саровской ривьеры до данной набережной с целью объединения в одно пространство. Но, к сожалению, на данный момент никаких решений не принято. Объединение набережных позволит саровчанам перемещаться с одной части в другую по единой пешеходной зоне. Пешие прогулки, катание на велосипедах, чтение книг на свежем воздухе, йога и рыбалка. Современные микрорайоны многоквартирных домов и таунхаусов от застройщика «Саровинвест» представляют современное пространство для отдыха жителей города на любой вкус. Дарья Кузина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Школьники из атомных городов могут принять участие в инженерной онлайн-смене движения «Юниора Атомскилз». Она пройдет с 25 июля по 13 августа. Ребята смогут поработать над реальными кейсами и проектными задачами от предприятий, городов и бизнес-сообщества. Примут участие в мастер-классах, тренингах и деловых играх, пообщаются с отраслевыми экспертами Росатома. Подробности на сайте Департамента образования Сарова. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Фестиваль «Альфа Фьючер Пипл» перенесли на 2021 год. Об этом со ссылкой на организаторов сообщает портал «Время.Н». По словам представителей оргкомитета, несмотря на то, что пока данных о возможной второй волне пандемии нет, они все же решили не рисковать здоровьем гостей. С 25 июля тем, кто успел приобрести билеты, начнут возвращать деньги. Средства автоматически вернутся на карту, с которой была произведена оплата. Для справки, «Альфа Фьючер Пипл» — это один из крупнейших в России фестивалей танцевальной музыки, который каждый год проходит под Нижним Новгородом. Его хедлайнерами были «Авичи», «Скрилекс», «Пол Ван Дайк», «Бенни Бенасси» и другие. С 1 июля для получения выплаты госуслуг больше не потребуется предоставлять справку об инвалидности. Теперь вся необходимая информация будет запрашиваться уполномоченными органами в порядке межведомственного электронного взаимодействия, а также из Федерального реестра инвалидов. По аналогичной схеме с 1 марта временно на период пандемии проводится заочное переосвидетельствование инвалидности. Это упростит обращение за льготами для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Центре образования отремонтируют крышу. Как сообщили в учебной организации, капитальный ремонт кровли выполняют в рамках областной программы. Подрядчиком выступает компания «Монолитсервис». Работы должны завершить к началу нового учебного года. 27 июня в России отмечают День молодежи. Это любимый праздник молодых людей, студентов, школьников. В этот день по традиции чествуют представители общественных организаций, молодежных лидеров и выдающихся спортсменов. Пандемия внесла свои коррективы в празднование. Активных и неравнодушных жителей нашего города традиционно чествовали в преддверии Дня молодежи. Эти молодые люди – пример гражданской позиции, отзывчивости и самоотдачи. Волонтеров, педагогов и организаторов благодарили за плодотворную работу, наградили почетными дипломами, грамотами и подарками. Оценка вашей деятельности в целом, в городе, в регионе, в целом стране огромная. Это так надо, чтобы кто-то оказался рядом в нужный момент. Поэтому низкий поклон, огромная благодарность. За период самоизоляции участники молодежных объединений и клубов помогли многим жителям города. Занимались волонтерством, организовывали дистанционные встречи, создавали проекты. Кто-то записывал мотивирующие видео, кто-то проводил мастер-классы. Удивительно, что за эти три месяца, пока мы не могли смотреть вам вживую, глаза в глаза и чувствовать ваше плечо, только дистанционно мы понимали, что вы с нами, только по татч-текам, сообщениям, вконтакте, фотографиям. Мы понимали, что молодежная политика в Сарове жива. Праздники, конкурсы, акции, флэш-мобы. Насыщенные будни не дают заскучать активистам. Дарят эмоции от общения, новых знакомств, подталкивают к непрерывному развитию. Активист клуба «Мечта» Никита Олейников читает, что молодое поколение должно стремиться помогать окружающим, помнить подвиги предков и трудиться ради достойного будущего. Акция была «Окна победы». Нужно было прикрепить на окно символ победы и сфотографировать. Также принимал участие в 75-летии победы. Мы стояли и раздавали бесплатно георгиевские ленточки. Не только я, но и все мои друзья тоже из клуба принимали в этих акциях участие. И все мы работали как одна большая команда. Активистка молодежного центра Валерия Васькина старается попробовать свои силы в различных сферах. Организует выпускные вечера, концерты и соревнования. Играет в КВН. В следующем учебном году девушка хочет заняться волонтерством в клубе «Инсайт». В молодежный центр я пришла еще 6 лет назад. Я нахожусь в школьной команде КВН «Сила Тока». Я рисую и также принимаю участие в акциях, связанных с этим. Специально для молодых и инициативных 27 июня пройдет онлайн-фестиваль «Молодежный уикенд». Хедлайнеры вечера – диджей Карина Истомина и нижегородский музыкант Антон Киреев. В эфире зрители смогут познакомиться с талантливыми спортсменами, артистами и представителями общественных организаций нашего региона. Посмотреть трансляцию можно будет в официальной группе «Молодежь Нижегородской области» ВКонтакте. Начало в 16.00. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. О наркоситуации в Нижегородской области, о мерах профилактики незаконного оборота запрещенных веществ в формате видеоконференции, рассказал начальник 2-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления ВД России по Нижегородской области. Эфир состоялся в рамках фестиваля «Мы выбираем жизнь». Почти 60 килограммов запрещенных веществ изъяли полицейские из незаконного оборота за 5 месяцев этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество изъятого увеличилось в два раза. Рассказывая ситуацию с незаконным оборотом наркотиков в Нижегородской области, Ольга Кобзана отметила, что эти запрещенные вещества были найдены не у перевозчиков, а на территории региона, причем у категории школьников-студентов. По итогам пяти месяцев мы набираем рост на 13% количества преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков. Пока 1630 преступлений было совершено только за 5 месяцев этого года. В прошлом году школьники и студенты совершили 21 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Из этого количества только одно правонарушение совершила девушка. За все остальные ответственность понесли юноши. За 5 месяцев этого года аналогичные преступления совершили уже более 30 молодых людей. Это не только хранение наркотических средств и психотропных веществ. Чаще всего это именно сбыток. То есть это закладки, это участие в том числе и в организме в форме преступности. По словам Ольги Кобзан, это повод задуматься, насколько эффективна профилактика, если количество преступлений не сократилось, а увеличилось. Тем более, что большинство задержанных сами не употребляют наркотики, а зарабатывают таким образом деньги. Возможно, в этом свою роль сыграли 2 месяца самоизоляции, так как зачастую дети были предоставлены сами себе. А может быть, это результат неграмотных профилактических мероприятий. В любом случае, родителям и педагогам нужно быть внимательнее к своим детям и чаще беседовать о последствиях употребления наркотиков и уголовной ответственности за хранение избы запрещенных веществ. Елена Грискова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Более 60 картин и коллажей украсили стены Молодежного библиотечно-информационного центра. Там открылась выставка участников творческого объединения «Арт-позитив». Экспозиция «Была весна, была победа» включила в себя полотна пяти художников. Они представили горожанам свое видение темы весны и 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Подробности в следующем репортаже. Каждая из картин выставки «Была весна, была победа» пронизана темой воспоминаний, признательности и любви художников к тем, кто своими жизнями принес мир на эту землю. Картина Веры Язевой «Память» на первый взгляд очень лаконична. Угол деревенского дома, ветка цветущей черемухи и красная звезда на одном из бревен. За простой композицией скрываются воспоминания детства. Будучи школьницей, Вера была активистом пионерской организации. У нас на домах таких звездочек было очень много. Эта звездочка говорила о том, что в доме жили или живут участники Великой Отечественной войны. И мы, как тимуровцы, мы ходили помогать. На выставке представлены работы пяти художников, участников клуба «Арт-позитив». Это не только картины, но и коллажи с фотографиями и творческими работами их бабушек и дедушек, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Рядом с портретами стихи, вышивки, вязания. Все люди, которые здесь у нас представлены, они поэты, они художники. Если женщины, то это рукодельницы, творческие люди. Для коллажа с портретом своей мамы Вера Язева использовала кружево-ручной работы и награды женщины. Такие композиции создают особенную атмосферу. Словно это выставка двух поколений – участников войны и их внуков. Особенность выставки в том, что на некоторых работах отсутствуют рамы. Просто по той простой причине, что ничего не работало. Невозможно было оформить ничего. Но от этого выставка, наоборот, даже как-то выигрывает и как-то смотрится по-иному. Гуашь, акварель, пастель, уголь – техники самые разные. Каждая картина – это история жизни и любви к природе, к людям, к своей родине. Познакомиться с творчеством художников клуба «Арт-позитив» и посмотреть их картины можно в часы работы библиотеки. Без возрастных ограничений. Елена Грязкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...